Оставляет желать лучшего и дорожная разметка в Одессе. Немало пешеходных переходов никак не обозначены. На многих улицах наряду с новой разметкой проявилась и старая. Водителям в данной ситуации приходится угадывать количество существующих полос движения. К этому добавляются светофоры, у которых не все сигналы работают. Все это не улучшает и так далеко не безопасную ситуацию на дорогах. За 10 месяцев текущего года сотрудниками ГАИ зафиксировано 1008 дорожно-транспортных происшествий. Много аварий происходит из-за непредоставления преимущества на пешеходном переходе. Но возникает вопрос, кто кому должен уступить, если так называемой зеброй фактически не видно. Не лучшей ситуацией с остальной разметкой. Как никто это на себе ощущают участники дорожного движения. Новая видна, обновили, а старую не убрали. Вот это вот да. Это да, это есть такое. Момент такой есть. По пятибалльной системе на троечку. По Малой Арнаутской это вообще сказка. Это непонятно сколько у нас. Восемь полос или двенадцать. Или три. Я бы не сказал, что это соответствует тем требованиям, которые просят люди, в том числе водители. Качество разметок вообще очень плохое. Особенно двойные, сплошные. Они уже давным-давно стерлись. А гаишники стоят и штрафуют постоянно. Уже не раз попадал. Действительно есть дороги, где порой тяжело разобраться, сколько здесь рядов движения на самом деле. Либо видна новая и старая разметка и непонятно какая из них правильная. Либо она стерлась и ее фактически не видно. В этой связи негативная оценка работы коммунального предприятия СМЭП, отвечающего за разметку и светофоры, не удивляет. Стоит отметить, что руководство КП не отпирается. Притом финансирование, которое выделяется мэрией, привести все в порядок невозможно. Что же касается призрачных пешеходных переходов, когда они полностью будут приведены в порядок, в КП СМЭП не ответили. Зато дали рекомендации, как вести себя на почти невидимой зебре. Если разметку наполовину видно, вот примерно наполовину, то тут уже нужно все-таки подождать, пока машины проедут. Цель сохранения собственного здоровья, будем так говорить уже. Потому что это, конечно, потом экспериментально выясняется, то есть есть вот эта разметка или нет ее. И с какого поры можно считать, что она есть, что водители должны выступать или не должны выступать. Не радует и ситуация со светофорами. Если на каком-то сигнале перегорела лампочка, это не означает, что ее сразу поменяют. Для этого кто-то должен позвонить диспетчеру предприятия и сообщить о поломке. Справедливости ради стоит отметить, что СМЭП в меру финансирования обновляет разметку. Но похоже, что безопасность одесситов для команды профессионалов Костусева – пустой звук. Наверное, 53 погибших в этом году на дорогах города для мэрии Костусева не аргумент и не повод к улучшению ситуации. Вадим Тютюкин, Юрий Весилок, телекомпания «Круг».